Дальше, консоль, администрирование серверов, наверняка вы с ней уже знакомы, она тоже лежит здесь, Program Files 1S8 Common, можно сразу с ней и познакомиться. Запустим, и первое, что мы увидим, что это оснастка Windows. Итак, вот он, наш центральный корень, это дерево, в дереве мы можем добавлять несколько серверов, а вот у нас почему-то оснастка и не работает. Мы с вами словили вот такую вот ошибку, и я, кажется, знаю, в чем причина. Скорее всего, когда мы выполняли установку, у меня была открыта моя суперконсоль, и оснастка в систему Windows не добавилась. Это даже хорошо, потому что я вам сейчас покажу, какое добавить руками. Проще всего это сделать следующим образом. 1S предприятие 8, здесь у нас куча всяких ярлычков, в том числе есть ссылка на регистрацию утилиты администрирования серверов. Давайте сделаем вот так вот, правой кнопкой дополнительно перейти к расположению файла. В Windows, в меню Start, в программы добавились вот такие вот ярлычки, в том числе регистрация утилиты администрирования. Давайте посмотрим, что она делает. Она выполняет некоторую вот эту вот команду, по-моему, regsvr32 и путь к dll-админ. На самом деле можно это в PowerShell или в командной строке выполнить руками, но давайте не будем на этом время тратить. Просто правой кнопкой запустить от имени администратора. Смотрите еще, да, я вспомнил, бывает момент, если вы на терминальном сервере находитесь и есть другие пользователи, если у других, я с этим сталкивался прям реально в жизни, если у другого пользователя тоже открыта оснастка администрирования серверов, то вот эта вот регистрация не выполнится. Как можно проверить? Ну, можно попробовать в диспетчере задач, перейти в подробный режим, на вкладку подробности и отсортировать по имени все процессы и посмотреть, нет ли здесь процесса MMC. Если есть, то вот эта регистрация может быть не выполнена. Давайте еще раз запустить от имени администратора. Да, вот выполнилась вот эта вот команда. А, смотрите, cmd-шник-то лежит вообще у нас в папке bin, в реке msc. Успешное выполнение. Окей. Так, успешное выполнение. Вернемся в наш каталог common. Запускаем оснастку. И теперь у нас все с вами хорошо. Теперь мы все добавили. Добавили. Более того, теперь, наверное, и в суперконсоль можно добавить. Как вы знаете, я люблю суперконсоли пользоваться, потому что удобно все, что все в одном месте. Вот 1S Enterprise 83. Окей. И вот в нашей консольке сразу есть и сервер администрирования. Сохраним консольку. Наверное, закроем. А пока воспользуемся стандартной оснасткой. Ну, здесь мы можем добавлять несколько серверов. Например, оснастка стоит, предположим, на компьютере программиста, да, а он может в нее добавить все серверы локальной сети. Делается это просто. Правой кнопкой создать центральный сервер. Здесь указываем имя компьютера, порт. И, в общем-то, он будет добавлен. Мы с вами еще сюда вернемся, добавим сюда еще сервер. Дальше у нас есть вкладка администраторы. С помощью вкладки администраторы мы можем защитить наш сервер от несанкционированного проникновения. То есть сейчас, видите, я раскрываю без проблем кластеры, не ввожу никаких логинов, паролей, никаких данных авторизации. Кстати, мы можем защитить отдельно кластер. Здесь вот есть администраторы кластера и администраторы сервера, то есть весь сервер. Ну, понятно, что если вы, в принципе, хотите закрыть сервер от постороннего проникновения, скажем так, от посторонних глаз, то есть смысл сразу на весь сервер администраторов добавить. То есть сейчас я без проблем могу посмотреть там рабочие серверы, менеджер кластера, могу посмотреть запущенные рабочие процессы, какие сеансы есть и так далее. Разбор всех этих пунктов, что такое менеджер, что такое рабочий процесс, выходит за рамки нашего курса. Но если вам интересно, я вас опять отсылаю к той самой книжке руководства администратора клиент-серверный вариант. Там про все это подробно написано. Более того, некоторые функции, например, ограничение потребления ресурсов, счетчики потребления, профили безопасности, они доступны только в CORP лицензии. Итак, сейчас я без проблем зашел на кластер, без проблем что-то смогу сделать. Значит, администратора кластера надо создавать. Давайте попробуем создать администратора кластера. Закрою, открою заново. Ага, вот смотрите, теперь я не могу уже ничего, не рабочий процесс посмотреть. Все у меня закрыто. И, в общем-то, чтобы что-то вообще, какую-то информацию получить, мне нужно ввести логин и пароль. И после этого у меня появляется уже доступ. Давайте, чтобы я каждый раз теперь не вводил логин и пароль. Делаю себе аутентификацию операционной системы. Выбрать надо кнопочку нажать. Применить. Ок. Еще раз. Еще раз. Да, и теперь мне логинов и паролев никаких вводить не надо. Сразу работает доменная авторизация. Для цели безопасности вообще, конечно, имеет смысл добавлять всегда администраторов кластера. И, выполняя свои домашние работы, у меня этого нет. Но попробуйте все-таки добавить. Вернемся в наш каталог common. Консоль мы зарегистрировали, проверили. Вот эта вот программка hasdinst. Да, это как раз-таки тот самый драйвер. Помните, когда мы устанавливали, нам установщик предложил установить драйвер. Я галочку снял, потому что драйвер нам не нужен. Но если вдруг он вам понадобится позже, то вот эта программка – это и есть драйвер. Причем, если мы его запустим, появится такая подсказка, что устанавливать его надо, выполнив из командной строки с лагом install. Ну, соответственно, мы можем из командной строки это сделать. А можно вернуться в каталог startprogramfiles. И здесь есть такая штука, как… Ну, ладно. Давайте глянем. Здесь вот есть ссылка «Удаление драйвера защиты», «Установка драйвера защиты». Идти к расположению файла. Оно у нас в старт меню «Программс». Один из «В дополнительный…» А, то есть здесь версия. То есть, смотрите, просто в дополнительный есть администрирование серверов и две ссылки на удаление «Установка драйвера защиты». Если мы посмотрим свойства, посмотрите. Смотрите, выполняется вот этот hasp.dins с лагом i. То есть, в принципе, в любой момент драйвер, если вы вдруг захотите использовать аппаратные ключи, можно будет установить. И здесь библиотеки для этой программки. То есть, в папке «Комон» у нас, то есть полезного, программа 1С и «Старт», программа для «Старта 1С», программа «Консоль администрирования серверов» и драйвер, который можно установить. В папке «Конф» содержатся настройки различные, общие для платформы. Смотрите, в папке «1СВ8» есть «Конф» и в конкретной папочке с версией платформы, в папке «Бин» есть папочка «Конф». Вот это настройки, файл «Конф.цфг» для конкретной версии платформы. Они более приоритетные, конечно, чем общие. Здесь мы можем задать какие-то общие настройки. Мы здесь еще кое-что посмотрим. Мы сюда вернемся. Ну и, наконец, последний каталог, каталог «SRV.info». Здесь содержатся настройки самого кластера. Мы сюда сейчас еще тоже вернемся. Пока запомним, что каталог «SRV.info» — это каталог с кластером. То есть вот такие скопировались файлы при установке. Ну и кроме этого, так как мы с вами установили флаг… Давайте вернемся, еще раз все-таки откроем «Суперконсоль». Так как мы с вами установили флаг «Устанавливать 1С как сервис, как службу». Была создана служба и был создан пользователь. Давайте зайдем в пользователи и посмотрим, что вот он появился в пользователе. «User 1С V8». И у него две роли. Пользователи и пользователи журналов производительности. То есть этих ролей вполне достаточно. Там администратору не нужен. Более того, можно, наверное, и здесь поднастроить, дать какие-то меньшие полномочия. Пользователь у нас есть. Теперь служба. Давайте посмотрим все службы. Сделать это можно через средства администрирования. Здесь всякие ссылки на готовые оснастки, в том числе на оснастку службы. Вот так вот она выглядит. Немножко такая не сильно удобная. Но тут можно посмотреть все службы. К службам можно перейти и через диспетчер. Здесь есть вкладка «Службы». Запущены все запущенные службы. И отсюда можно сразу открыть службу быстрее. То есть посмотреть, что запущено и открыть. Более того, здесь есть всякие штуки типа «Подробно». И он перейдет к процессу. И служба, он переходит к процессу. Например, вот есть служба 1С Enterprise. Мы хотим понять, что это за конкретный экзешник запущен. Вот мы перешли. Это у нас программка «Эрагент». По сути дела, сервера 1С Уприятия мы понимаем как запущенного агента. Но не только его. Ну и раз оснастки – это служба, можно в нашу с вами суперконсоль нажать «Файл», «Добавить», «Удалить оснастку». И тут у нас есть службы. Мы можем добавить службы как локального компьютера, так и какого-то компьютера в сети. Это удобно для администраторов, которые администрируют несколько серверов. Давайте посмотрим, какие у нас службы есть. Они отсортированы по алфавиту. Пусть так и будет. Мы с вами уже знакомы со службой SQL Server. И именованным экземпляром TESA SQL есть здесь агент. Вот он по-русски называется агент SQL Server. Мы с агентом с вами еще поработаем. И агент сервера. Смотрите, получается, агент SQL – это программа, которая занимается обслуживанием сервера SQL. Сам SQL запущен отдельной службой. У нас немножко не так. У нас агент сервера запускает тоже агент. Вот если я кликнул два раза, я вижу C, программ, файл с 1С8, папочка R-агент. Но R-агент тоже занимается как бы обслуживанием сервера. Непосредственно сам сервер состоит из трех запущенных программ. Это агент, причем даже не трех, а нескольких. Это обязательно агент, менеджер, который занимается распределением нагрузки по рабочим процессам. И непосредственно рабочие процессы. Их может быть несколько. Давайте посмотрим, какие у нас файлы запустились. Ухожу в подробности. И вот почему, одна из причин, почему я вам рекомендую каждую отдельную службу из-под отдельного пользователя устанавливать. Например, как минимум я могу вот так вот отсортировать и увидеть, что из-под пользователя User1S8 у меня запущены вот такие вот процессы. Вообще диспетчер задач можно немножко поднастроить. Давайте вот здесь вот кликнем по столбцам. Здесь вот есть кнопка выбрать столбцы. Так, ID процесса и имя, конечно же, это хорошо. Состояние хорошо. Имя пользователя очень хорошо. CP память. Память есть смысл. Ставить галочку общий рабочий набор. Тогда мы увидим всю память по-настоящему выделенную. Вот, например, давайте посмотрим. SQL сервер. Сейчас выделено 53 мегабайта. Посмотрим, общее сколько у него. Так. Память общий рабочий набор. Так. А, даже, знаете, нужно, по-моему, выделенная память. Вот так даже будет правильно. Пойдем дальше. Виртуализация. Ну, как-то не очень мне это интересно. А интересует меня пункт к образу или командная строка или контекст. Не помню. Давайте вот эти галочки поставим. Командная строка. Да, наверное, вот этот правильный. Ага. А выделенная память. Ага. Вот, смотрите. Вот действительно, что SQL сервер. Активная память у него 54 мегабайта. То есть, как бы, мы думаем, что SQL сервер у нас 54 мегабайта сейчас потребляет. А выделенный ему все-таки 321 мегабайт. И здесь могут быть какие-то сложности. То есть, например, для SQL сервера точно нужно выделенную память смотреть. Так, давайте немножко поднастроим. Вот эту память активный частный набор мы уберем. Мы хотим видеть именно выделенную память, как правило. В некоторых случаях, конечно, можем посмотреть, сколько активный, чтобы понять разницу. Поставим путь к образу и вот эти вот штуки уберем. Вот. Вот так вот мне нравится диспетчер задача. Такой вот. Теперь можно отсортировать по имени пользователю и увидеть, что когда запущен сервер, да, сервер, агент сервера, один из предприятия, на самом деле запущено множество программ. В частности, вот он, R-агент. Смотрите, C, Program Files, конкретная версия платформы, BIN, R-агент. R-агент также запускает менеджер, R-M-N-G-R, менеджер, да, который занимается распределением нагрузки по рабочим процессам. И вот рабочий процесс, R-P, рабочий процесс, хост, R-P-хост. Это непосредственно процесс, на котором и выполняется, в общем-то, весь ваш код, который вы пишете, выполняются запросы, выполняются все операции. Причем в версии 8.2 мы могли вручную создавать R-P-хосты, указывать, сколько нужно R-P-хостов и так далее. Сейчас в версии 8.3 полностью управлением R-P-хостов занимается менеджер. То есть менеджер следит за тем, сколько запущено R-P-хостов. Сейчас у нас никакой нагрузки нет, и он, в общем-то, один, да, рабочий процесс. Но когда начнет возрастать нагрузка, рабочий менеджер будет следить, да, что как-то по своей внутренней собственной логике. И при необходимости он будет создавать новые R-P-хосты. Их может быть 2, 3, 5, 6, в зависимости от той нагрузки, которая у нас есть. То есть вот эти вот три программки, они должны работать, мы с ними с вами периодически будем еще к ним возвращаться. Но запомним, что у нас запущен R-агент, менеджер и R-P-хост. А служба одна, служба одна, агент сервера, одинное соприятие. Давайте еще кое-что посмотрим. Вернемся в оснастку нашей службы, откроем службу и посмотрим, что служба, по сути дела, это запущенная программка R-агент.exe с какими-то флагами. Здесь вот есть различные флажки, и мы с вами чуть позже посмотрим, что это за флаги. И обратим внимание, что есть флаг D, то есть D это каталог, где сервер хранит свои настройки. И он у нас вот такой C, Program Files, 1S8, SRV, FO. Вот про него я вам, в общем-то, и говорил, что вот здесь вот кластер хранит свои настройки. Итак, при установке мы установили необходимые компоненты, необходимые программки, и создали пользователя и запустили службу, которая запустила необходимые процессы.